И очень важен вопрос, в каком здании расположен завод. Это старое здание, которое до этого существовало и соседствовало с вот этим абсолютно кошмарным химпромом. Я высказываю только свое мнение, никому ничего не рекомендую. Я скажу так, я подобные молочные продукты в магазине покупать не буду. У Рустема Хамитова не завелся вертолет, вертолет не смог доставить его в Сибай. Живу на производстве. Я пенсионный возраст. У меня больше нет силы. Отойдите квартиру. Господин Миронов в агрессивной форме не намерен решать эту проблему. Фактически он ее отрицает. Он неожиданно встал на сторону Абызова при личном содействии Ирика Елалова и благорасположенности ПСК-6 господина Носкова, что для меня явилось некой неожиданностью. Иного источника сырья, кроме как Таратау, не существует и быть не может. Вот подобная постановка вопроса, в общем-то, финальная формулировка той позиции, которую занимает Сода. С приходом сентября жизнь в республике начинает активизироваться. Сегодняшний выпуск будет достаточно большим, потому что много произошло событий на прошедшей неделе. Надеюсь, мы не пропустим самые важные. И начать хотелось бы, конечно, с визита господина Миронова, председателя партии «Справедливая Россия» в город Уфу. Миронова ждали в Уфе, и не только однопартийцы. Миронова ждали дольщики жилого комплекса «Новобулгакова». И потому что хотели, наверное, что-то передать политической партии «Справедливая Россия». Но в основном они его ждали, потому что именно «Справедливая Россия» пытается сейчас попасть в госсобрание господин Абызов, который они винят во всех своих бедах и который, по их представлениям, является человеком, заведшим в тупик строительство этого жилого комплекса. К сожалению, надежды, возложенные на Сергея Михайловича Миронова, не оправдались. Более того, разочарован был даже я, хотя я не испытываю особых иллюзий в отношении лидеров российских партий, но все-таки я ожидал от Миронова хотя бы расплывчатых обещаний разобраться и что-то попытаться сделать. Однако то видео, которое мы видели на прошлой неделе, которое набрало несколько тысяч просмотров, однозначно свидетельствует о том, что господин Миронов в агрессивной форме не намерен решать эту проблему. Я купила квартиру Абызова. Хорошо. Скажите, пожалуйста, он все достроит. Вы мне сказали, что я сказки рассказываю по поводу уголовного дела, которое заведено. А слушайте, уголовное дело заведено, там нет никаких доказательств. Он деньги не украл, он не украл. Как нет, следствие? Следствие идет. Послушайте, давайте решим следствие. Вам дом нужен или уголовное дело? Мне нужен дом. Дом будет. Фактически он ее отрицает. Он неожиданно встал на сторону Абызова, очевидно не разобравшись в этой ситуации, и стал уверять дольщиков, что все будет достроено. Абсолютно голословное заявление о том, что перестаньте волноваться, дома будут достроены. На чем они основывались, я не понимаю. И вот чтобы понять, что же сподвигло господина Миронова на подобное поведение и поведение партии «Справедливая Россия», я думаю, что нужно глубоко заглянуть в то, что происходит вокруг этой партии сейчас в Башкортостане, тогда, возможно, мы поймем. Я думаю, что Миронов встал на сторону застройщика по двум возможным причинам, вернее, по одной из двух. Либо он идиот, либо он в доле. Третий вариант, возможный, наверное, это то, что его обманули. Ну, я думаю, что Сергей Михайлович все-таки не идиот, потому что человек он разумный, во многом умеет достигать компромиссов и прочих вещей, потому такую версию я отвергаю. Второй вариант, что Миронов в доле с этим Абызовым тоже не очень похож на правду, потому что, ну, во-первых, немножко не те деньги, которые привык получать Сергей Михайлович за какие-то свои действия. Я не думаю, что господин Абызов выделил там десятки миллионов рублей, а меньшие суммы господина Миронова в принципе не интересуют. И остается третья версия, это то, что Миронова банально обманули в Уфе. Вот это вероятнее всего, потому что до него, конечно, доходила информация по поводу Абызовой ситуации с региональным отделением партии. Напомню, что пятеро людей с судимостями в прошлом попали в список «Справедливой России» в этом году. Это абсолютно рекорд, потому что даже «Единая Россия» не смогла набрать столько ранее осужденных кандидатов. Но по прибытию суда Сергею Михайловичу очень плотно присели на уши, что называется. Ему объяснили, что все это вранье, а самое главное, ему в голову посеяли мысль о том, что это не претензия к партии, это элемент межпартийной борьбы перед выборами. И именно этот тезис очень понравился Сергею Михайловичу. Он громко кричал о том, что все эти протесты инспирированы коммунистами. Вот тут я уже рассмеялся. Сергей Михайлович совершенно не понимает, кто такие башкирские коммунисты. Сергей Михайлович абсолютно не понимает, могли ли они составить ему конкуренцию. Но зато испугавшиеся менеджеры «Справедливой России» в Башкирии, испугались они того, что их разоблачат, очень тщательно дезинформировали своего шефа из Москвы. Итог, конечно, печальный. Я думаю, что «Справедливая Россия» получит огромный минус на этих выборах за счет приезда Миронова, как бы это странно ни звучало. Обычно приезд лидера партии усиливает позицию регионального отделения на выборах. Вот в данном случае он только ослабит эту позицию. Почти 5000 человек увидели этот ролик. Среди этих 5000 человек наверняка есть сотни, если не тысячи тех, кто, может быть, проголосовал бы за «Справедливую Россию». Теперь гарантированно они не будут голосовать за Миронова и его партию. У меня складывается впечатление, что «Справедливая Россия» в Башкирии впервые за новейшую историю договорились с Белым домом о получении одного или двух мандатов. И так трепетно относятся к этим договоренностям, что готовы исполнять любые заказы Белого дома. И то, что Миронов общался с этими дольщиками Новобулгакова уже после того, как он поговорил с Хамитовым, это только подтверждает. Вышел он от Хамитова агрессивный, настроен все отрицать, всех обвинять. В общем, конечно, ситуация печальная. Кроме всего, я добавлю, что мы дважды, я имею в виду мы, это я и моя группа, обращались к господину Абызову, предлагая ему снять некий сюжет обсуждения ситуации с жилищным комплексом Новобулгакова. Мы полагали, что, может быть, у него есть какие-то аргументы, которых мы не знаем, и действительно ситуация может быть не так однозначна. Абызов от этого отказался. Соответственно, я делаю вывод, что никаких шансов на самом деле у него достроить этот жилищный комплекс нет. Все это пустые обещания, теперь сдобренные еще и пустыми обещаниями господина Миронова. И дома эти ждет печальная участь до тех пор, пока там не будет сменен застройщик. Я надеюсь, что Абызов на выборах не пройдет в госсобрание, что несколько упростить следственным органам действия в отношении него в рамках того уголовного дела, которое сейчас существует, заведено и достаточно неспешно расследуется следственным комитетом. На прошедшей неделе возобновилась голодовка дольщиков Миловского парка и мгновенно прекратилась, собственно, я так понимаю, в день объявления, не продлившийся одного дня. Я не знаю, что послужило причиной столь срочного сворачивания этой акции. Возможно, то, что на прошлой неделе помпезно торжественные с привлечением пресса были сданы два дома в Миловском парке, но напомню, что эти два дома и так были давно уже готовы на самом деле. Строительство на мертвых домах так и не возобновилось. 11-й, 4-й квартал и какой-то там еще, я не помню, по-моему, 5-й, так и остались в стадии котлованов и разрушающихся фундаментов. Обследование фундаментов так и не проведено. И я полагаю, что сдача вот этих двух домов, которая в большей степени была на самом деле театральной постановкой, конечно, это последнее, что мы в ближайшее время увидим из завершения в строительстве в Миловском парке. Потому, полагаю, что и голодовки, и акции протеста дольщиков Миловского парка у нас еще впереди. Продолжая тему долевого строительства, хотелось бы отметить, что количество проблемных домов не уменьшается, а только растет в Республике Башкортостан. И вот по нашим сведениям, по последним данным, есть четыре объекта, которые вот-вот могут попасть в зону риска и в категорию проблемного строительства. Это три объекта Фонда жилищного строительства Республики Башкортостан, Глумилина, Зеленый берег и дом на улице Льва Толстого, которые должны были быть сданы еще в 2016 году, а у нас завершается уже 2018 и начинает подходить к концу. И это дом, который пыталась строить строительная компания «Инициатива», так называемый «Жилищный комплекс Меридиан». Пока еще эти объекты не являются проблемными, но буквально вот-вот скоро этот процесс, видимо, начнется. И армию обманутых дольщиков пополнят еще сотни людей, которые купили квартиры вот в этих вот объектах. Помимо этого, выясняется, что в Республике достаточно большое количество малых проблемных объектов, и лидером по подобным объектам является, кроме Уфимского района, еще Иглинский район. В Иглино четыре проблемных объекта, и дольщики одного из них, это жилой комплекс «Байрам», обратились к нам с просьбой записать их обращение к властям Республики, с просьбой записать описание суть ситуации, в которую они попали. «Мы являемся участниками долевого строительства жилого комплекса «Байрам» в селе Иглино. Наш застройщик – ООО «Башилстыка». Эта организация создана в 2012 году, и люди несли им деньги с 2012 года. Строить дома начали только в 2014 году. На данный момент там находятся два фундамента и две шестиэтажные коробки. По данным Рекпалаты, проданы почти все квартиры. Стройка стоит третий год, и непонятно, кто будет нас достраивать, и как вообще это будет происходить. Рустам Закиевич, хочется обратиться к вам. Наш объект вошел в число 33 проблемных объектов. Нам обещают начать строительство в 2019 году, но Рекоператоры говорят, что нужно сменить застройщика через введение конкурсного производства. Скажите, кто такой Рекоператор? Какие функции у этой организации? Имеют ли право они действительно менять застройщика, и можем ли им мы доверять? Вложил деньги в 2014 году в ИЖС Башилостыка. Миллион двести. Обещали достроить в 2014 году, но так и третий год уже, снимая квартиры, приходится постоянно перебиваться и ждать этот вариант. Рустам Закиевич, пожалуйста, решите эту проблему. В 2015 году я тоже заключила договор долевого строительства, долевого участия с Башилостыка. В декабре 2015 обещали сдать, и мы должны были получить ключи от квартиры. До сих пор ничего этого не произошло. Квартиры нет. Тоже снимаю жилье. Очень тяжело объяснять своим детям, что будет дальше, как мы будем дальше жить. Потому что я тоже придала квартиру и внесла эти деньги. В 14 этажах купила квартиру. Я уже не могу жить. Живу на производстве. Я пенсионный возраст. У меня больше нет сил. Устаньте квартиру. Очень многие люди у нас болеют и умирают. Многодетные семьи с маленькими детьми. Им просто некуда идти. Услышьте нас, пожалуйста, и помогите достроить наши дома. Мы, дольщики жилого комплекса Байрам в Иглино, требуем замены застройщика. Мы устали уже столько лет скитаться по съемным квартирам. Пусть достроят наши дома, наконец. Традиционно говорим про проблему Таратау и Третью Содовую Войну. На этой неделе госпожа Бортова сошла с дистанции после своего абсолютно скандального выступления на эхе Москвы. Временно или постоянное ее место занял Аббас Галямов, который также на эхе Москвы сделал совершенно, на мой взгляд, феноменальное заявление. Аббас сообщил нам, что иного источника сырья, кроме как Таратау, не существует и быть не может. Вот подобная постановка вопроса, в общем-то, финальная формулировка той позиции, которую занимает Сода. Сода стоит на позиции «Отдавайте нам гору, хватит болтать, ничего объяснять не будем, или, как говорится, пойдем неверным путем». А вот под неверным путем они уже в открытую занимаются шантажом. На самом деле, прошедший митинг в Стерль-Тамаке в защиту содового производства был только началом. На прошедшей неделе, например, господин Лобастов, действующий депутат госсобрания и один из функционеров Соды в социальных сетях заявил, что под угрозой еще и строительства или ремонта моста в Стерль-Тамаке, он намекнул, что если будете сопротивляться и гору нам не отдадите, то могут быть свернуты и эти работы. То есть Сода перешла к такому прямому, конкретному предметному шантажу. Значит, это увольнение сотрудников, сокращение налоговой базы республики, это прекращение строительства, например, моста в Стерль-Тамаке и так далее, и так далее. Судя по всему, аргументы у них закончились, они перешли уже к грубому шантажу. И вот устами господина Галямова, Лобастова теперь вещают об этом из различных источников. А госпожу Бортову, к счастью, им, видимо, удалось нейтрализовать, потому что уж слишком токсичны были ее высказывания, слишком неумелы были ее подходы, я думаю, что у них хватило разума от нее избавиться. Ну, посмотрим, как будут развиваться дальше события. Пока все на прежней позиции и в прежнем положении. В Уфе отгремел фестиваль «Молочная страна». И вот как-то так, то ли это совпало, то ли это одно с другим связано. При обсуждении в социальных сетях вот этой истории, вообще молочного производства и так далее, внезапно вылез тезис о одном нашем уфимском заводике молочном, а именно завод, производящий молочные продукты под маркой «Молочный фермер». И что-то там стало обсуждаться про его месторасположение, что, дескать, он находится в каком-то экологически кошмарном районе и так далее, и так далее. Ну и, казалось бы, ладно, поболтали и поболтали, но меня поразила реакция, я так понимаю, то ли пиар-менеджера, то ли юриста этого завода, госпожи Абзаловой, которая резко так среагировала, стала писать, удалить ей комментарии, уберите эту, не смеете говорить об этом. Я, честно говоря, немножко так растерялся, стал ей задавать вопрос, а в чем дело, почему, что за несоразмерная реакция. Ну, в общем, обнаружилась какая-то болезненная реакция на подобную критику, и мы заинтересовались, и вот съездили посмотреть, где же находится этот замечательный завод. Со слов Регины Абзаловой, это чуть ли не лидер производства в Башкирии, суперзавод, суперпродукты, и так далее, и так далее. Я стал интересоваться, что же это за молочный фермер, и где же он живет. Вы знаете, живет он в довольно нехорошем месте. Я бы, честно говоря, не стал размещать в подобном районе молочное производство, которое, как известно, производит продукты и для взрослых людей, и для детей, и детям особенно. полезно есть молоко и творог и сметану, и производить его в подобном месте я бы не стал. Ну ладно, дело не в этом. А дело в том, что хотелось бы теперь понять, когда мы съездили в тот район, где расположен завод вот этого молочного фермера, а расположен он в непосредственной близости от бывшего химпрома. И то, какие запахи вокруг этого завода, то, как вообще обстоит обстановка вокруг, какие производства или какие-то непонятные цеха, какие-то законные или не очень склады, какие-то заброшенные здания, сооружения. Экологического благополучия этот район точно не производит. Может ли это влиять на технологический процесс при переработке молока? Я не знаю. Я не технолог. На территорию завода нас тоже как бы не приглашали и не пустили. Но в любом случае, в производственном процессе наверняка молоко все равно соприкасается с окружающей атмосферой. Окружающая атмосфера вокруг этого завода, прямо скажем, нездоровая. На кадрах очень хорошо видно, что окружает этот завод. И предположить, что непосредственно на самом заводе абсолютно экологическое благополучие я бы не стал. А сейчас я выскажу абсолютно субъективное мнение. Это специальная ремарка для госпожи Абзаловой, чтобы она не бежала в суд на меня жаловаться, что я подрываю репутацию замечательного производства. Так вот, мое субъективное мнение заключается в том, что я никогда не буду покупать подобные молочные продукты, произведенные в подобном районе нашего города. Кроме всего прочего, меня очень интересует информация о том, каким порядком был получен земельный участок под этим заводом. Соблюдены ли нормы расположения завода, относящиеся к расположению пищевых производств. И очень важен вопрос, в каком здании расположен завод. Это старое здание, которое до этого существовало и соседствовало с вот этим абсолютно кошмарным химпромом, или заново построенное здание, которое не несет в своих стенах вот эти все диоксины и прочие, значит, страшные вещества, которые нам унаследовало химпром из прошлых годов. Покопавшись в истории и структуре компании, которая занимается производством молочных продуктов, молочный фермер, я выяснил, что собственниками являются два физических лица, два Марата, Марат Ахмедовичин и Марат Фаттахов, в разных долях владеющие компанией Трилистник Групп, а также к этой компании Трилистник имеет некое отношение или имел в прошлом, я сейчас не знаю, господин Хазигалеев, являющийся депутатом нашего горсовета. И это особенно удивительно, потому что, будучи все-таки у власти в городе, разместить молочное производство в подобном районе, это довольно странно. Что там должно было их сподвигнуть на это? Либо очень низкая стоимость земельного участка, либо еще какие-то причины, но разместить производство в подобном месте нужно было еще догадаться. Кроме всего прочего, хотелось бы напомнить, что 17 сентября 2017 года был очень нехороший эпизод, который касался именно производителя под маркой «Молочный фермер». В электронном издании МКСЭТ вышла статья о том, что сметана, которую производит этот производитель, попалась там в руки одному из уфимцев. Он ее попробовал, пришел в ужас и описывает там страшные подробности употребления этого продукта. В ответ на эту статью была проверка, я так понимаю, контролирующего органа, который отвечает за качество молочных продуктов, и было сделано заключение, цитирую, по жирно-кислотному составу жировой фазы продукт не соответствует техническому регламенту Таможенного союза о безопасности молока и молочных продуктов. Это я как бы в ответ на все восторженные отзывы госпожи Абзаловой хотел бы процитировать вот этот вот документ заключения государственного органа контролирующего качество продуктов. Потому вопросов к этому заводу все-таки много. Наша программа традиционно состоит, конечно, из проблем, каких-то претензий, каких-то негативных историй. И вот редкое исключение сегодня это история с Юлией Вольф, многодетной матерью, которая в январе этого года, отчаявшись решить свою проблему с жильем, практически бросила медаль материнская слава в сторону господина Хамитова, отчаявшись получить от него хоть какое-то решение проблемы. Восемь месяцев продолжалась эта история. Были попытки что-то сделать со стороны Хамитова, к сожалению, ничем не увенчавшиеся. Хамитов в своей манере увиливал от решения этой проблемы, обещал какие-то безобразные варианты. В частности, предлагался социальный наим, жилья, еще что-то. Ну, абсолютно безобразие человека восемь детей и вот так над ней глумились. К счастью, в городе Уфе нашлись люди, нашлись силы, которые эту проблему решили. Восемь детей это случай исключительный. Я не знаю сколько семей с восьми детьми в Башкирии, но я думаю, что очень мало. И случай этот совершенно выходящий за рамки банального формального решения подобной проблемы. И вот в городе Уфа при личном содействии Ирика Елалова и благорасположенности ПСК-6 господина Носкова, что для меня явилось некой неожиданностью, проблема Юлии Вольф была решена. Как известно, у Победы много родни и только поражение сирота. Как только стало известно о том, что Юлия Вольф все-таки получает квартиру, набежало огромное количество соучастников, которые в общем-то и не принимали никакого участия в решении этой проблемы. Но тут появился кандидат от КПРФ, тут появились какие-то общественники, начали восторженно писать о том, как они помогали, как они поддерживали Юлию. Это, конечно, выглядело смешно. Первое и самое главное спасибо, надо сказать, Эльзе Маулимшиной, которая настойчиво, последовательно решала эту проблему, стучалась во все двери, не отступала и добилась своего. Молодец, Эльза. Конечно, надо сказать отдельное спасибо Ирику Елалову, который, увидев эту проблему, стал искать ее решение. Эта проблема была непростая, потому что просто так передать квартиру от города нуждающимся нельзя, есть сложные юридические процедуры, все это очень запутанно, все это трудно, но отдаем должное нашему мэру. Ирик Елалов решил эту проблему. И поздравление моей Юлии Вольф ее семье, наконец-то восемь детей будут жить в человеческих нормальных условиях, наконец-то их мама сможет перестать заниматься вот этой ужасной проблемой и все свое внимание, всю свою любовь адресовать своим детям. Дай им Бог здоровья, пускай растут сильными, смелыми и благодарны своей матери. В следующее воскресенье 9 сентября в Уфе и в Башкирии пройдут выборы в госсобрании республики Башкортостан. Первые лица и функционеры партий носятся по республике, агитируют, убеждают жителей голосовать естественно за те партии, которые они представляют. Не исключение Рустем Хамитов, который попытался предпринять некий предвыборный чёст по республике, но тут случились проблемы. На прошедшей неделе господин Хамитов должен был посетить Сибай с агитационной поездкой, однако эта поездка не состоялась. Многие думали, что что-то случилось, может кто-то заболел или еще какие-то проблемы. Проблема оказалась проще. У Рустема Хамитова не завелся вертолет, вертолет не смог доставить его в Сибай, а иным транспортом по всей видимости глава республики теперь уже по территории республики передвигаться брезгует. Видимо, неприятно ему смотреть в окно даже шикарного автомобиля, в какое состояние он привел республику, как выглядят поля, как выглядят заброшенные фермы, которые мелькают вдоль дорог. В общем, Рустем Хамитов решил в Сибай не ездить. Ну и ладно. С другой стороны, как говорится, меньше фактов, меньше поводов для раздражения, которые он вызывает у населения нашего многострадального региона. А еще у нас на этой неделе случился митинг КПРФ против пенсионной реформы. Я, честно признаться, думал, что КПРФ, внимательно выслушав своего президента, уже смирилась с этой ситуацией, однако все не так, коммунисты бунтуют против пенсионной реформы, заботятся о гражданах. Все это, конечно, очень смешно, особенно учитывая численность людей, которых они собрали на митинг. Я думаю, что все это, к сожалению, элемент их жалкой избирательной повестки на тех выборах, которые случатся у нас на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok